Самыми уязвимыми для огня становятся площади, заросшие бурьяном. Их в республике предостаточно. Россельхознадзор начал череду рейдов, направленных на выявление бесхозных сельхозугодий. Как в ФКС намерены навести порядок, узнал Виктор Буров. Сельхозугодия между селами Калинина и Зеленая. Только здесь никто не садит картофель или не сеет пшеницу. Вместо этого выросла огромная свалка бытовых отходов. Надзорники рассказывают, что этот квартал разделен на несколько земельных участков примерно по 2,5 гектара. Мусорные полигоны строили жители близлежащих деревень. А вот раскошелиться на штраф до 30 тысяч придется хозяевам угодий. Купил семью для сельхознужд, значит обязан ее обрабатывать и следить за чистотой. Если владелец откажется убирать свалку, при повторной проверке штраф увеличится в несколько раз. Мы зафиксировали точки с координатами. По своим базам мы выясним, какие кадастровые номера у данных земельных участков, на которых мы выявили нарушения. Выясним правообладателя земельного участка и, соответственно, будем работать дальше. А вот хозяин соседнего участка и вовсе рискует распрощаться со своим наделом. Территория за несколько лет полностью заросла вязом. А по закону, если не пользующаясь землей больше трех лет, ее изымают. Специалисты выпишут владельцу штраф и предписание об устранении нарушения. То есть он обязан будет выкорчевать все деревья. Граждане, приобретая земельные участки, думали не о том, чтобы использовать их исключительно для нужд сельского хозяйства, как говорит нам земельный кодекс. А считали, что впоследствии эти земли перейдут в черту населенного пункта и имели коммерческую цель. С начала года надзорники провели полтора десятка только плановых рейдов. Было выявлено больше 30 нарушений земельного законодательства. В моей практике было немало случаев выявления нарушений земельного законодательства. В том числе такие яркие примеры, как, допустим, выявление несанкционированных карьеров. То есть берется земля для сельхозпроизводства, и граждане, либо предприниматель занимается добычей гравия. До конца года запланировано провести еще почти 100 проверок земель сельхозназначения. Все штрафы пойдут в казну государства. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.